Это оказалось абсолютно уместно, да, потому что резкая смена ритма. За эту партию привыкли уже бразильянки к тому, что она на каждом мяче будет рисковать, решать эпизоды в силовой манере. Да, они ждут уже на задней линии, и нужно менять. Вот такой вот рваный ритм предлагается в нападении. Ирина очень вовремя скинула за блок. Еще ведь и связующий там не было. Все-таки Макрис побыстрее на страховке. Диагональными посложнее страхуется тут ИС вовремя. Ну, ИС всегда вовремя, даже если ты много ведешь в счете, все равно это... Даже при плюс 10 все равно приятно. После ошибки соперника это самый легкий способ зарабатывать очки. Первый ИС у нас. Да, первый. Еще одна сложнейшая. Подача Габи рискует и попадается в блок. Опять в руки Ирины Королевой. Тут плотный блок ее поджидал. 14-15. Возвращаемся в игру. Блок работает. Это хороший знак для нас. Должны были успевать. Времени было достаточно. И вот это, конечно, никогда игрой Габи не было. Взгляд какой, да? Вот пойди выиграю такого блока. Гразильский перерыв 15-14. Уже принимает решение попросить челлендж или все-таки нет. В данном случае тут явно не было уверенности в том, что челлендж нужно брать. Корее наоборот. Роза Мария сигнализировала об обратном. У нас пока все замены, которые провел тренерский штаб на площадке. То есть обратных нет. И Анна Лазарева играет. И сейчас у сетки Екатерина Йенина. Роза Мария попала. Ну, тоже лучше всего видно тем, кто по лицевой линии смотрит. И не даром там располагаются флаговые арбитры. Обязательно кто-то из штаба.